От черепах пораженных молнией, до твоего собственного легендарного аксолотля, это 35 самых редких предметов в Майнкрафт. Видишь эту миску? Выглядит она вполне обычно, но она является очень редким предметом. Она выпадает только если черепаху поразит молния. Это супер редкое событие, что более странное, так это не баг или рандомный дроп. Кто-то из Моджанга сделал это специально в коде, и я не имею понятия для чего. Однако есть предмет, который Моджанг не хотят, чтобы вы нашли. Кожаный нагрудник зачарованный на эффективность один кажется невозможным. Но из-за безумного бага его можно найти в особняке позади одной из секретных стен. Также там может появиться кожаный шлем. Этот раскидистый папоротник необычнее, чем на первый взгляд. И с редкостью 0.3% он является очень редким. И его даже нельзя добыть. Когда ты его сломаешь, тебе выпадет 2 папоротника. Единственный способ найти его, это деревня в тайге. Что же они еще от нас прячут? Лягушки. Посмотрите на них. Такие милые и смуглые. Но я хочу редкую зеленую лягушку. Чтобы получить зеленую расцветку, придется стать отцом лягушки. Возьми головастика в ведро и помести его в холодный белом. Высадила в бассейн и смотри за тем, как появляется зеленая лягушка. Но только не дай замерзнуть бассейну. Мои малыши! Говоря про редких подводных созданий, аксолотли идут в разных цветах. Но один, которого ты никак не встретишь, это легендарный синий аксолотль. Это очень редкое создание может быть получено только размножением. И шанс его спав на 1 к 1200. Так что запасись тропической рыбой для кормления. Как насчет самой редкой руды в игре? Глубинную изумрудную руду очень тяжело найти. С 0.15% с шансом генерации. Он появляется только в холмах или горах. Это совмещение глубинного сланца и изумруда. Добудь его киркой на шелковое касание и хвастайся друзьям своей редкой находкой. Давно искал способ, как поиграть с друзьями без лагов на разных устройствах. 3B, 3T, сервер анархии, где исполняются мечты. Можно зайти как с телефона, так и с ПК. Лучшая оптимизация сервера. Большой стабильный онлайн. Много интересных фишек. Ну а также есть 6 анархий на выбор. Плюсом к этому скайблок. Поэтому ты и твои друзья точно там не заскучают. Как же подключиться к этому серверу? Все очень просто. Для этого заходишь в Майнкрафт, нажимаете кнопку добавить сервер. Пишите туда IP сервера 3B3T.ru и подключаешься. Вот так, просто и легко. 3B3T, сервер, легенд. Но если это не удивляет твоих друзей, оглуши их уши козьим рогом. Козлы берут разбег на игроков или мобов. А если они промажут и попадут в дерево, рог может сломаться и можно использовать его как музыкальный инструмент. Рога от кричащих коз очень редкие. Их никак больше нельзя добыть. Этот редкий портал блок, который можно поднять и поставить где тебе угодно. Тебе нужно шелковое касание и много-много удачи. Если использовать этот механизм, который тебя портолкнет при добыче цветка, ты сможешь добыть блок портала. Молния не бьет дважды в одно место. Это практически невозможно. Но с одним из самых редких предметов в игре, можно сделать бесконечный молниевый механизм. Каждый прыжок вызывает удар молнии. А пробовал ли ты добыть пузырики? Этот супер редкий блок добывается прямо в воде. Используя этот механизм, раздатчик ставит в воду прямо когда ты ломаешь блок. И ты можешь добыть блок пузыриков киркой на шелковое касание. Этот безумный баг можно использовать для более невозможных блоков. Как например блок воды. Если ты будешь добывать подводные водоросли киркой на шелковое касание, ты можешь добыть вот это. Если попробовать поставить, то эффект будет такой же, как от ведра с водой. О боже, моя голова! Ладно, я шучу. Этот редкий предмет очень тяжело добыть, но зато весело. Тебе нужно сделать заряженного крипера. Если он взрывом убьет всех мобов вокруг, то с мобов выпадут их головы как предметы. Надень голову и мобы тебя не сразу заметят. Но у головы крипера есть секрет. Если использовать его в рецепте фейерверка, у тебя будет взрыв в форме большого лица крипера. Но для самого редкого секрета, нам придется немного отмотать игровое время назад. Снежная трава была убрана еще давно. Но если создать мир на версии 1.16 и дать Индермену взять блок снежной травы, после чего он его поставит. Взять карту из файлов игры, перенести ее в новую версию Майнкрафта. Этот блок все еще останется здесь. Только не добывай его, а то он пропадет навсегда. В особняке есть предмет, который ты никогда не найдешь в выживании. На версии Bidrock Edition Beta 1.16.057. Секретная комната с лавой в особняке обычно скрывает алмазный блок. Но в этой версии там будет стоять барьер. Очень много секретов есть в ранних обновлениях. Включая одни из самых читерских. Загрузить снапшот 22w13 one block at a time. И ты обнаружишь безумные изменения. Эндермены спавнятся с рандомными предметами в руках. Включая самые редкие. Командный блок в вагонетке. И он спавнится с шансом 0.00001%. А если ты все-таки сможешь получить этот редкий командный блок? С помощью него эндермена ты сможешь получить блок воротов края. Его невозможно получить в выживании. Использую эту команду в командном блоке. И теперь есть шанс, что эндермен дропнет этот блок, который моджанг точно не хотят. Чтобы вы получили. Но что если ты просто везучий? Если ты бегал по миру и нашел эту маленькую очаровательную овечку. Ты возможно самый удачливый игрок. Эта розовая овечка может заспавниться. Но она очень редкая. Большинство игроков никогда ее не видели. Шанс ее спавна 0.0082%. Ты можешь подумать, что она просто покрашена. Но моб которого нельзя подделать. Так это редкая эксклюзивная коричневая панда. Такую панду очень тяжело найти. Один предмет моджанг никогда не добавляли в игру. Так это тройной сундук. Он появлялся лишь раз за всю историю Майнкрафта в старой версии игры. В заброшенной шахте, когда сундуки в вагонетках не спавнились. Они появлялись возле сундуков спавнера. И получался рабочий тройной сундук. А еще один редкий секрет. Многие игроки не знают, что морской проводник создает подводную зону, где ты не можешь утонуть. Или что он дамажит подводных зомби. Его очень тяжело получить. Для крафта нужно сердце моря. И раковина наутилуса. И немного призмарина. Некоторые секреты существовали только в одном обновлении. Например, как этот старанный эксперимент с этой маленькой курочкой, которая закладывает алмазы вместо яиц. Но они не очень подходят для омлета. Один предмет, который ты никогда не сможешь получить, это бедрок. Но если поставить кристаллы энда вокруг портала после убийства дракона и быстро взорвать их кликом до того, как дракон возродится, есть небольшой шанс, что бедрок упадет в портал и станет используемым блоком. Глянь на этот портал ада. Ничего необычного. Этот противоположный портал требует такое безумное приспособление. Чтобы можно было сломать части портала, не ломай его самого. Используй воду, чтобы сломать портал внутри. И можно заполнить его обсидианом. Сломай остальную часть и у тебя получится сногсшибательный результат. Этот читерский портал вент вообще без рамок. Поставь таким образом гриб, вырасти его и таким образом ты удалишь рамки. Повтори это во всех сторонах и у тебя останется чистый портал. Но это уже точно невозможно. Самый настоящий странный баг. Когда ты закрыл лаву, используя рестауновый блок в поршине слаймы. Чтобы сломать блок и не дать лаве растекаться. Сломай рестаун, поршень и остальное. Останется только летающая в воздухе лава. Тебе нужно очень много удачи, чтобы получить эти редкие предметы. Так что тебе нужна кроличья лапка на удачу. Но она тоже довольно редкая. Простите ребята. Это все для контента. А этот редкий предмет намного опаснее. Возьми бутылек и собери дыхание дракона во время битвы. Этот житель очень редкий и он не может заспавниться просто так. В игре нет обычных болотных или джунглевых жителей. Тебе нужно заразить обычного жителя. Запихнуть его в лодку. Привезти в болото и джунгли. И излечить его. Та-дам. И он выглядит шикарно. Эндермен не восприимчив к воде. Он ненавидит воду. Но если он заспавнится в котле с водой, он будет чувствовать себя просто отлично. В древних городах можно найти зачарование Свифт Сник. Оно довольно редко испавнится в сундуках. Увеличивает твою скорость передвижения на шифте. Запасись удачей, чтобы найти такую книгу третьего уровня. И ты будешь ходить на шифте с такой же скоростью, как и бег. Я скорость. Эти очень редкие порталы существуют только в одном обновлении. И их можно забрать с собой из игры. В снапшоте 20w14 бесконечность. Есть секретная папка, которая называется здесь не на что смотреть. И там есть два файла. bananana.ogg и bananana.ogg Находил ли ты музыкальный диск в сундуке? А пробовал ли найти их все? Это тоже очень редкий предмет. Многие могут выпасть скрипера, которого убьет скелет. Но три из них могут заспавниться только в древних городах, данжах и особняках. И один из них можно скрафтить только девятью фрагментами дисков. Собери всю коллекцию и включай музыку на полную. Говоря про древние города, заполненные редким лутом. В minecraft 1.20 добавили новые постройки в глубокий темный подземный биом. Они заполнены всякими новыми предметами по типу silence armor trim. Эту отделку брони можно найти только в сундуках с шансом 1.2%. Редкая броня должна сочетаться с редким и могучим конем. Эта лошадь скелет спавнится только в грозу. И выглядит она просто устрашающе. А также на ней можно кататься под водой. Кто знает, какие редкие предметы мы можем тут найти. Ну, думаю с этим ты точно не поспоришь. Подписывайся!